И конечно у каждого из нас есть еще один вождь, который пришел неожиданно, негаданно, причем самое интересное, вы ничего не можете с ним поделать, он каждый день у вас в гостях, вы даже не можете его выставить за дверь, это интернет. И конечно на самом деле, хотелось бы представить на самом деле человека, который расскажет нам о уникальных интернет технологиях, встречайте, продвинутый юзер из Кривого Рога Максим Колпак. Вопросы? Известно ли вам? Известно ли вам? 10 самых востребованных работ в 2010 году не существовали в 2004. Сейчас мы готовим студентов к работе, которая еще не существует, используя технологии, которые еще не изобретены. Чтобы решить проблемы, мы еще не знаем в чем они заключаются. Министерство труда Соединенных Штатов подсчитало, что современный студент сменит 10-14 мест работы к возрасту 38 лет. Один из четырех рабочих находится на текущем месте меньше года. Один из двух меньше пяти лет. Известно ли вам? Каждый восьмой брак в США за последний год – результат знакомства в онлайне. Более 200 миллионов пользователей зарегистрировано на MySpace. Если бы MySpace был страной, то это была бы пятая по населению страна между Индонезией и Бразилией. На первом месте в мире по распространению широкополосного интернета – Бермуды. На девятнадцатом – США. На двадцать втором – Япония. Известно ли вам? Мы живем в дни экспоненциального роста. Каждый месяц Google обрабатывает 31 миллиард поисковых запросов. В 2006 году это число составляло 2,7 миллиарда. Кому задавались эти вопросы до Рождества Google? Первое коммерческое текстовое сообщение было отправлено в декабре 1992 года. Сегодня количество отправленных и полученных сообщений за сутки превышает количество людей на планете. Сколько лет потребовалось, чтобы набрать аудиторию в 50 миллионов? Радио – 38 лет. Телевидение – 13 лет. Интернет – 4 года. Айпод – 3 года. Фейсбук – 2 года. Количество интернет-устройств в 1984 году – 1000. В 1992 году – миллион. В 2008 – миллиард. Сегодня в английском языке около 540 тысяч слов. Это примерно в 5 раз больше, чем во времена Шекспира. Было подсчитано, что выпуски «Нью-Йорк Таймс» за одну неделю содержат больше информации, чем человек 18 века получал за всю свою жизнь. Было подсчитано, что 4 экзабайта уникальной информации будет сгенерировано за этот год. Это больше, чем за последние 5000 лет. Количество новой технической информации удваивается каждые 2 года. Для студента, начинающего 4-летнюю программу по технической специальности, это означает, что половина всего, что они изучат за первый год, будет устаревшим к концу третьего года обучения. Японский оператор мобильной связи «НТТ» удачно выполнил тестирование оптического кабеля, который передает 14 триллионов бит в секунду через одну нить волокна. Это 2660 компагистов или 210 миллионов телефонных звонков в каждую секунду. Этот темп утраивается каждые 6 месяцев и по ожиданиям будет делать это следующие 20 лет. К 2013 году будет собран суперкомпьютер, превышающий по возможности человеческий мозг. Предсказывается, что к 2049 году 1000-долларовый компьютер будет превышать по способностям весь человеческий род. Известно ли вам? В течение этой презентации в США родилось 67 детей. 274 в Китае. 395 в Индии. Из 694 тысячи песен было скачано нелегально. Так что же все это значит? А значит мы предоставляем слово Максиму. И он нам расскажет, как на самом деле попытаться разобраться в тех вещах, которые уже есть, которые уже понятны, которые уже известны. Но прежде чем Максим начнет, три вопроса. Повтори. Повтори. Кто ты за Ари Флейм? Причина твоего прихода? И что сейчас для тебя Ари Флейм? Добрый день еще раз. Хочу поздравить всех женщин с праздником, вот особенно лично. Ари Флейм студент, музыкант, спортсмен, ну как таковой работы не было большой, но побывал и в шахтах, и на фабриках на крупных. Я технолог, инженер. Почему Ари Флейм? По одной простой причине. Почему сетевой маркетинг? Потому что это рядовые, ну, одни из лучших возможностей в сфере бизнеса на сегодняшний день. Это пиар. Почему Ари Флейм? Потому что в лучшей команде в этой компании. Вот. Это то, что повлияло вообще на выбор. Планы серьезные, большие. И достигать тоже хочется их разными путями. Вот, как бы, один из вариантов достижения цели, я сейчас расскажу о своих наработках, то, что я попробовал, то, что он, как бы, наблюдал. Можно есть, да? Поехали. Современные технологии в бизнесе. Ну, именно интернет. Пойдем по плану, то есть, по заранее говорим, потому что время ограничено, могу рассказывать, где-то два часа. Первое, это вообще история возникновения интернета. Ну, как-то это все складывало, все было. Второе, интернет как инструмент в бизнесе, а именно. Общие сведения, приглашение в бизнес, обучение с помощью новых технологий и повышение личного товарооборота. Это тоже возможно. И последний пункт, о котором хочется будет отдельно сказать, это ловушь, или вообще, как уберечься от потери времени и потери, ну, для многих тоже немаловажно денег в интернет, потому что очень-очень им велика возможность. История. В 1957 году, прошлого века, разумеется, после запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, Министерство обороны Соединенных Штатов решили, что в случае, как бы, войны, конфликта, да, Советским Союзом, им нужна будет связь, надежное, надежное средство связи между собой. То есть, оперативное информирование о сложившейся ситуации. В 1969 году сеть, так называемая, ARPANET, которая объединила первых четыре ГУЗа Америки. В основном использовали, конечно, ученые разных направлений в своих целях и нуждах. 1971 год. Создана первая в мире программа электронной почты. После этого был очередной виток развития этой сети, еще интернетом, так ли, назовешь, локальной сети. В 1973 году к сети были подключены первые международные, ну, иностранные организации из Великобритании и Норвегии через трансатлантические телефонные камеры. В 1984 году была разработана система доминых имен, это то, что вы вводите в браузере, название сайтов и все там подобное. То есть, это понятно, да? И в этом же году появился первый конкурент, CTR-панель. В 1993 году появился вообще первый браузер. Веб-браузер это, сейчас их просто множество, интернет-эксплорер, Mozilla, Firefox или другие, их очень много. И в 1997 году, это как бы такие вот, середина 90-х был переломным в этом моменте, интернет начислил уже около 10 миллионов компьютеров, да, подключенных к этой сети. И зарегистрировано более 1 миллиона доминых имен, то есть сайтов. Ну, с этого момента, как бы, начался тот интернет, о котором мы сейчас вообще имеем, как бы, возможность говорить. А так вообще выглядит интернет. Ну, на картиночке плохо видно, но кто с первых ряда, кто видит, да? На что похоже? Кто может сказать? На паутинку похоже, да? Мне вообще говорили, что на нейроны мозг не похоже. На самом деле здесь даже нету конечных пользователей, это показаны связи между крупными серверами, которые находятся в Херсонской области, допустим, там, Днепропетровск вообще, Украине. Так, дальше. И также интернет-инструмент. Что это вообще и для чего? Первое, для чего, прежде чем начинать такое-либо дело, мы должны определить, зачем нам это нужно, чтобы бесценно не проводить там часы, дни и годы, да, как было показано. Зачем? Ну, зачем, понятно. То есть мы используем это в бизнесе. И одно из самых главных преимуществ интернета в нашем деле, это есть именно возможность таргетинга. Ну, таргет с английского переводится как «цель». То есть именно нацеливание на нужную категорию людей, которая может вас потенциально заинтересовать и подойти для сотрудничества в их населении. Общее сведение в интернете в Украине и России. Аудитория интернета по оценкам компетентных организаций на сегодняшний день такова. 12,6 миллионов человек — это в Украине пользователей, регулярных пользователей, хотя бы которые раз в месяц заходят в интернет и им пользуются. И 27,2 миллиона — это в России. Пользуются, как правило, старше 12 лет и живущих в городах с населением больше 50 тысяч человек. Портрет, средняя, как бы, такая статистика, портрет такой, что большинство пользователей интернета находятся в возрасте от 16 до 35 лет. Заметим, уже можно регистрировать. Вот. И имеют образование выше среднего. То есть, ну, если обобщить, как бы, это самая активная, платежеспособная, как бы, часть населения. То есть, тоже, что немаловажно. Поэтому мы можем видеть, что с этого уже есть, как выбирать и где выбирать, ну, именно бизнес-партнеров, которые могут нам подойти. Итак, сами инструменты. Первое, ранее чего мы это все начинаем, это, понятно, знакомство, привлечение в бизнес именно новых партнеров. Новые партнеры. Это как цель, к которой мы вообще придем. Сейчас я поговорю, какими путями мы будем к этой цели идти. Если мы говорим об интернете, как о системе приглашения людей, да, то есть, все знают, есть холодные контакты, есть теплые контакты, список друзей и знакомых. Вот к интернету он относится, понятно, больше к холодным контактам. Более того, в лоб сложно будет кого-то привлечь, если просто мы разместим где-то рекламу. Как это делается? Основной базовый инструмент для человека, который работает с помощью интернет, есть блог. Кто слышал о таком понятии, как блог вообще? Кто знает, как это работает, как это, ну, кто посещал какие-то блоги? Есть такие люди, да? С помощью блога, я расскажу в конце, с помощью блога мы дружимся с человеком. То есть, мы сначала с ним знакомимся, этот человек смотрит. С помощью блога мы себя позиционируем как профессионала в той или иной области. То есть, в нашем случае сетевого маркетинга, да? Позиционирование как специалиста и профессионала, в итоге человек смотрит. Ага. То есть, человек разбирается. Но, это уже когда люди туда заходят и смотрят нашу информацию, которую мы можем там размещать. Но, возникает вопрос, а как же люди туда будут попадать, правильно? Потому что блогов и сайтов сейчас, ну, просто миллионы, десятки миллионов. Поэтому, есть конкретные методы. Первый из них. Ну, это, кстати, видно, вот какие блоги бывают. Бывают бесплатные ресурсы. Такие как Blogger.com, это от Google, кто может знает, LiveJournal, это ЖЖ, живой журнал, тоже может кто-то знать. И есть платные вещи уже с покупкой именно доминого имени, ну, название сайта, да? И с покупкой места на сервере, где он будет расположен. Поэтому, где же все-таки мы возьмем людей на этот блог? Первое. Социальные сети. Кто знает, что такое социальные сети? Хорошо. Кто зарегистрирован в тех или иных социальных сетях? Хорошо. Ну, практически все. Ну, большинство, по крайней мере. Какие социальные сети? Ну, видим ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб, Фейсбук, Твиттер и Мой Мир на Mail.ru на площадке. Большинство из них знают, что это такое, как это, останавливаться не будем. Как это делать? Ну, в основном, там наши друзья и знакомые, в основном, в большей части. Поэтому просто размещаем какую-то, если бы мы интересную информацию положили на блог, в социальной сети просто какая-то ссылочка, там, интересная информация, как заработать денег или еще что-то. Ну, абсолютно уже фантазия играет. Поэтому с этим тоже понятно, как мы приглашаем в социальных сетях. Следующее, это комментарии к другим блокам и форумам, тематическим. Потому что, понятно, если мы занимаемся сетевым маркетингом и зайдем на форум, там, по столярному делу, то насколько будет интересно людям вот такие сообщения, как бы, в сфере сетевого маркетинга. Мало интересно. Поэтому оставляй комментарии, а в подписи обычно можно ставить свою ссылочку. Кто мы, что мы. У кого нету сайтов, там социальные сети пишут. Ну, вот я сайты пишу свои. Э, у меня нету. Понятно. Следующее, это контекстная реклама. Это понятие платное. Ну, Google и Яндекс предоставляют такие услуги. Когда вы задаете запрос в поисковике, Google или Яндекс, кто наблюдал, справа колоночка такая, с разными родами объявлений. Вот это вот и есть та самая контекстная реклама. Также можно и самим там размещать рекламу. Также на многих сайтах ее можно разместить. И еще один источник потока людей на ваш ресурс, это поисковые запросы. Тех же Google и Яндекс. То есть, понятно, там очень популярные запросы сейчас из раздела, как начать свой бизнес. Или как начать свой бизнес с ноля. Или построение бизнес-системы. Вот по статистике, если кто знает, где можно это посмотреть, по статистике, это просто сотни тысяч людей ищут. Реально, то есть, как видите, это прямая целевая аудитория. То есть, человек спрашивает, ну, дай мне эту систему, научите меня зарабатывать. Вот если правильно научиться этих людей приглашать на свой ресурс, давать им нужную, полезную для них информацию, да, то можно дальше делать такие вещи. Ну, понятно, видим, цепочка пока не замкнута, да, поэтому с этой цепочки, ну да, ну написали хорошо, красиво, всем понравилось. Даже людей пригласили, даже читают, даже много людей читают. Откуда возьмутся эти новые партнеры? Следующий этап, это и есть рассылки. Рассылки бывают разные. Бывают рассылки тематические, бывают рассылки новостные, просто на обновление блога, а бывают рассылки рекрутирующие. Вот с помощью этих рекрутирующих рассылок, как правило, это делается через электронную почту, серия писем, два, три, семь, только, опять же, никакого фантазии хватит написать. И в итоге мы делаем коммерческое предложение потенциальному партнеру. В итоге, что, люди, которые подписались на рассылки, все станут партнерами, как вы думаете? Нет, конечно. Поэтому люди отсеиваются, но это и нам на руку. Почему? Потому что, опять же таки, мы получаем целевую аудиторию, которую хотели. Люди, которые потенциально заинтересованы построением бизнеса. Мы не делаем там никаких тайных, что там, ну, конкретно говорим, что это сетевой маркетинг, какая это компания, с каким продуктом мы работаем. И люди, которые не боятся всех этих понятий, есть такие, кого еще это пугает на сегодня. Ну, их уже меньше стало. Ну, есть такие. Поэтому люди, которые вообще не пугаются, не хотят что-то делать, это уже первый такой сигнал, когда они говорят, я хочу стать твоим партнером. Дальше уже методика, уже известная каждому, как зарегистрировать. В компании может зарегистрироваться любой новичок, даже без вашей помощи, если он знает ваш дистрибьюторский номер. Это вы тоже знаете. Ну, на сайте. Компания «Риквейн». Идем дальше. Инструменты. Также, кому не совсем интересна эта идея, как в плане работы, да, то есть большой, теплый еще, ну, список теплых контактов. Принципиально этот метод не работает быстро. Почему? Потому что понятно сделать блок, да, определиться, о чем мы там будем писать. Протестировать какие-то вещи, как работает то, как работает это, как раскрутить наш блок, потому что идет просто выборка из людей. Понятно, это не быстро. В среднем раскрутка, если активно заниматься, раскрутка блога занимает около полугода. У самых активных редкий случай, когда 2-3 месяца. Ну, это редкость. Поэтому минимум полгода. На быстрые результаты рассчитывать особо не приходится. Поэтому я говорю изначально, что это скорее дополнительный инструмент, да, нежели поначалу прямой способ, в котором можно сразу быстро двигаться. результаты. Поэтому мне часто пишут через блок, в скайп или еще, или на почту пишут, я хочу, научите меня зарабатывать в интернет, хочу работать в интернет. Я говорю, ребята, это не ко мне по одной простой причине. Я не работаю в интернет, я занимаюсь законным, с активным маркетингом. Я использую интернет как инструмент. Это разные понятия. Поэтому говорю, если вас устраивает, давайте будем разговаривать дальше о делах. Все же, какие инструменты обучения? Проведение презентации школы. В интернете это возможно, реально, проверено. Можно проводить в программах связи, таких как скайп. Многие знают, что это такое, да? Если не знаете, можно познакомиться. В итоге я расскажу, где взять. Площадки для вебинаров. Вебинары это такой же семинар, как сейчас формат, да? Только онлайн, в виртуальном режиме. На вебинарах может быть, ну, людей быть, как бы, от одного слушателя, и там 200, до 300, до 500 людей. То есть, опять же таки, в зависимости от площадки. Вот эти площадки, что все включают? Там можно прокручивать такие презентации. Можно ставить видеоролики, можно ставить видео, чтобы люди вас видели с веб-камерой. То есть, нормально заточено, интересно. Если заинтересоваться, легко можно разобраться. Дальше. Оперативное информирование. Это то, что может заинтересовать вообще большинство. Даже если не заинтересуют, как методы дополнительного привлечения людей. Вконтакте, Фейсбук, Твиттер, Блогер. Блогер это, понятно, блогерком. Блоги те же самые. Ютуб и интернет-пейджеры типа ICQ. Ну, тоже многие знают. Особо рассказывать вам не надо. Электронный пульс можно сюда. Рассказывать не надо, да? Какое-то мероприятие, вот как сегодняшний семинар. Опа, рассылочка по имени вылетела, да? Сразу многим людям. Не сидеть там, три часа взгон делать. А кнопочку нажал, она вылетела. Время экономит. Это время можно потратить, опять же таки, на проведение презентации школ. То есть... Еще вот про имейлы я говорил, имейлы-рассылки. Есть такой ресурс smartresponder.ru. Очень удобный в плане автоматизации этих рассылок. Можно делать рассылки вручную. Заходим на наш почтовый ящик и вручную давай добавлять эти имена. Занимает тоже определенное количество времени. Что делает этот ресурс? Есть изначально список подписчиков, которые готовы и хотят добровольно получать от вас новостные какие-то вещи, новости или что-то еще. И когда какое-то мероприятие, вы можете запланировать рассылку, вплоть до того, что через неделю, по времени, по всему, и она автоматически разошлется всему лицу подписчиков. Дальше. Интернет как инструмент в бизнесе именно с точки зрения поднятия личного товарооборота. Вещь интересная. В основном это заключается в аукционах, магазинах и... Ну, интернет-магазинах, интернет-аукционах и те же самые персональные блоки. Один из самых распространенных на Украине аукционов интернет, ну, наверное, единственный нормально функционирующий, это Аукра-Юэй. Можно спокойно выставлять продукцию, рефлейм, и многие там даже уже так и делают. Фейсбук. Очень интересная площадочка, в плане чего? Это не просто социальная сеть, а на платформе Фейсбука можно создать свой интернет-магазин либо же создать, опять же таки, интернет-аукцион свой. Причем абсолютно бесплатно. Не знаю, пока или нет, и будет ли это дальше бесплатно, сейчас бесплатно. Аукцион американский, ибо, кто знает, кто знаком, более интересный. Почему? Потому что на этом аукционе посещаемость этого аукциона больше, чем количество интернет-пользователей в Украине вообще. То есть это именно интернационально, со всего мира там посещение. Ну и личный блок, опять же таки. Только сделаю маленький акцент. Если вы предлагаете бизнес-возможности, то через этот же блок не стоит предлагать продукцию. По одной простой причине, как говорит Карт Игорь, мне нравится выражение, отделить мух от котлет. Если вы хотите продавать через блок, делайте отдельный блок. Если вы хотите приглашать людей в бизнес, делайте блок по бизнесу. Не надо это смешивать, потому что будет каша, нужна четкая фокусировка на целевой аудитории, это важно. Дальше. Как же все-таки уберечь себя после траты времени и денег в интернет? Первое, это то, что многие люди просто зависают в интернете. Затягивает просто ужасно куча баннеров, куча этих мигающих надписей и хочется и туда, и туда, и туда. Простое планирование поможет в этом. То есть отведите количество времени и информацию, которую вы хотите почерпнуть оттуда, либо опять же таки произвести какие-то действия. То есть это ловушка, в которую попадает 99% пользователей. Когда начинают серфинг, интернет, это все это. Сам был таки. Вот. Следующее, это финансовые пирамиды. Если вам предлагают в интернет большие деньги, электронную коммерцию или что-то еще в таком роде, очень внимательно отнеситесь к этим вещам. Почему? Потому что финансовые пирамиды даже на сегодняшний день распространяются с такой скоростью, что просто невероятно. Если вы не можете... Ну, правила основные. Если кто не знает, правила можно спросить у спонсоров, да? Основные. Если вы не можете пощупать товар, и он не стоит адекватных денег, то уже задумайтесь. Здесь то же самое. Электронную коммерцию сильно не пощупаешь. Вообще, почему, как это сделано у меня, и почему я имею право об этом вообще рассказывать и говорить. На сегодняшний день у меня есть два интернет-ресурса. Первый из них, вот книжник, который видите, это на бесплатной площадке blogger.com, адрес www.blogspot.com. Это была такая более тестовая площадка, я там пробовал разные вещи. Как люди переходят в социальных сетей, какое количество людей, на каких статьях они останавливаются, сколько времени они, средняя продолжительность пребывания. То есть сбор информации. Верхний ресурс, который буквально недавно запустил, мы уже первые плоды пошли, startbusiness.com.ua. Это уже полноценный, как бы за свои деньги все сделал, своими силами, ресурс, который на сегодняшний день уже работает. Социальные сети. В социальных сетях очень интересная социальная сеть, такая как Twitter. Это система микроблогинга. Кто знает, кстати, что такое Twitter? Потому что так рассказывают. Ну, немного. Я знаю, что у нас это только набирает обороты. В чем суть? Суть в том, что вот, я подойду, ближе покажу. Вот это вот сообщение. Ну, в частности, сейчас это сообщение, которое отправил я. Вот я сделал увеличку, мы здесь видим, это число followers, это люди, которые за мной проследовали. То есть люди, которые читают мои сообщения. Ну, люди, которые добавили меня в листы, это люди, ну, знаете, как избранные. Вот, чтобы не совсем не потерять контакт, потому что, видите, да, 2300 людей, которые за мной проследовали, такое же количество людей, за которыми следуешь. В итоге, что получилось? Можно потеряться. Если человек интересен вам, можно его добавить. И так же и нас добавляют. Что это значит? Я отправил сообщение, 2300 человек прочитали его. Так вот это, ну, понимаете, как работает выборка, да? Понятно, не все 2300 там проявляют на наши сообщения. Я ссылочку отправил на интересную статью, которая, наверное, находится у меня на ресурсе. И захожу, и сразу по статистике смотрю, отслеживаю посещение. С одного запроса буквально за час там 60-70 посещений бывают. То есть люди, которые проходят и читают. Некоторые сразу выходят, им это неинтересно. Некоторые останавливаются, читают более детально то, что я написал. Ну, и так по цепочке дальше. Это схема, по которой я вообще приглашаю людей на свой ресурс. Вот второй ресурс. Там чуть-чуть больше, 3000 с лишним. Опять же, есть из чего выбирать, как говорится. Вот. Понятно, что для большинства это будет что-то новое, может быть, непонятное с первого раза. Поэтому можно задать мне вопрос, зайдя опять же таки на StartBusiness.com.ua, там есть форма обратной связи. Напишите, кто вы, с какой структурой. Ну, то есть, мы с командой Игоря Астиной Рубановых, да, Рубановых. И задать себе вопрос. Я в режиме онлайн, как бы вам на него отвечу. Вот. Ну, и последнее, это как бы подарок от меня к 1 марта. Это файл с подборкой полезных сайтов и программ. Там именно ссылочки, орловский документик, который можно будет спросить у ваших спонсоров. То есть, спрашивайте, просите, и кто стучится, тому откроют, да, как говорится. Вот. Поэтому задавайте вопросы, я буду отвечать. и напоследок хочется сказать, продолжая тему как бы новых технологий, завершая в этом же ключе, вот кину на прожигар, начну одну нам. Максим Колбак. Его и он. У меня вопрос к присутствующим мужчинам в зале. Кто из вас хотел бы получать доход, ну, скажем, 10 тысяч долларов? За месяц. Доход это за месяц. Отлично. Знаете, в психологии есть такая вещь, скажем. Если вы хотите быть успешным, идите к успешным. Если вы хотите быть умным, идите к умным. Если вы хотите быть нищим, идите к нищим. Сегодня, на сегодняшний день в организации Игоря Рубанова организован мужской клуб. О нем сейчас вам расскажет директор компании Reflame Александр Рыжко. Саша, три вопроса. Да, спасибо. Напомни, пожалуйста, вопросы. Кто ты до Reflame, причина твоего прихода и что сейчас для тебя компания Reflame? Ну, первый вопрос, кто я до Reflame? По образованию я же неорстроитель, закончил Херсонский аграрный университет, закончил с красным дипломом, еще до начала дипломной практики меня уже забрали на работу. Я работал в частном научном проектном институте. Проработал я год, но спустя 8-9 месяцев своей работой я пришел просто в такой маленький шок. Когда я учился в институте, у меня были большие планы, у меня были амбиции, и я очень надеялся, что придя на работу, я как бы заживу как нормальный человек. И вот в шок я пришел от своей зарплаты, которую я получал. Она была выше, чем у моих одногруппников, но она была очень нищенской. Я начал задумываться, я начал искать возможности, я начал искать варианты. И как раз в этот момент мне позвонила Светлана, мой спонсор. Она сейчас в салисе, достань, пожалуйста. Светлана, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты меня пригласила. На самом деле, благодаря твоему звонку, благодаря тому, сколько ты со мной провозилась, а поверьте, я был очень сложным человеком. И по-моему, на второй месяц нашего со Светой сотрудничества я сказал, Света, отстань от меня, я пришел в Арифлэйме для того, чтобы заниматься бизнесом, для того, чтобы жениться. Так вот Света. Большое спасибо, потому что если бы не ты, я не знаю, на самом деле, может быть, такая возможность мне бы и не подвернулась. Кто я на данный момент, как сказал Александр, я на данный момент директор компании Арифлэйм, и что для меня сейчас Арифлэйм. Вы знаете, вот у каждого человека есть какое-то увлечение, у каждого человека есть хобби. И я не исключение, у меня тоже есть хобби, у меня тоже есть увлечение, но оно стоит больших денег. И вот благодаря тому, что я стал директором компании Арифлэйм, у меня появились деньги заниматься моим хобби. И я сейчас с радостью занимаюсь. теперь переходим непосредственно к мужскому клубу. Но прежде чем рассказать о мужском клубе, я хотел бы поздравить всех девушек и женщин, присутствующих в этом зале с наступающим 8 марта. Я хочу вам пожелать, чтобы ваша жизнь была яркая, красивая, наполненная смыслом, путешествиями, любви и успехом. Поаплодируйте себе, пожалуйста. Когда мне предложили бизнес с Арифлэйм, на тот момент я снимал квартиру со своим однокурсником по институту. И вот когда я вернулся домой после встречи, которую проводил Игорь с Ниной, я рассказал, естественно, ему о всех возможностях. Первое, что рассказал, говорит, Занек, ты помнишь в институте девочек с каталогами, которые бегали, продавали помады? Ты хочешь точно так же? Для чего я это говорю? Многие на этот бизнес смотрят прежде всего как на женский бизнес. Но на самом деле это не так. Если вы попадете на банке директоров, если вы попадете на золотую конференцию, то вы увидите, что 80% успешных Арифлеймсов это мужчины, либо семейные пары. Почему? Мужчина, это прежде всего логика. Я остался в Арифлейме по той простой причине, что я увидел здесь цифры, я увидел здесь деньги. Так вот, любого мужчину интересуют цифры, любого мужчину интересуют деньги. То есть, что я должен сделать и что я за это получу. Я очень рад тому, что нам удалось создать мужской клуб. Для чего он вообще существует и как вы можете его поиспользовать в своих целях продвижения в бизнесе. Обычно как бы мужчины приходят нам очень редко. Из-за чего в большинстве случаев попадая в офис они видят множество женщин, бегающих с помадами. У них действительно складывается впечатление, что этот бизнес складывается из женщины и с помадами. На заседаниях нашего клуба мы будем говорить только о деньгах, мы будем говорить только о возможностях, мы будем говорить только об успехе в компании Арифлейм. Поэтому вы мужчин, да, естественно, мужчин, у вас есть возможность приглашать своих мужей, приглашать своих парней, приглашать своих товарищей, друзей на заседание этого клуба. Сейчас я попрошу подняться на эту сцену всех участников клуба. Пожалуйста, ребята. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо за обратные спекты. Посмотрите, пожалуйста, на этих мужчин. Для чего? Каждый из вас видит своих вышестоящих спонсоров, правильно? То есть каждый из вас может узнать у своих вышестоящих спонсоров, когда проходит заседание клуба, кого и сколько человек вы можете пригласить на эти заседания. Разобрались в этом? Спасибо вам большое за внимание. Девушки, еще раз наступающего вас праздника. АПЛОДИСМЕНТЫ В самом деле эти люди, некоторые из них, готовились тоже к этому семинару. И традиционные три вопроса. Кто вы для Арифлейм, причина вашего прихода, и что сейчас для вас Арифлейм? Добрый день. Ну, прежде всего, чем начну свой рассказ, хочу тоже поздравить всех женщин с наступающим праздником. Удачи, здоровья, огромного роста с компанией, которая, ну, просто невозможно в ней не расти и не развиваться. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя история немножко отличается от предыдущих. Чем она отличается? Тем, что уговорил зарегистрироваться в компанию «Жены-то я». Да, действительно, не то, чтобы предложил, как полежать, да, а уговорил. Ну, сначала были там меркантильные цели, то есть косметика, ну, то есть, как бы снимал с себя все подарки, и там подумаешь, что тут же в шкатах открываешь, там уже все есть. Ну, на самом деле, конечно, это шутка. На той работе, в которой работала моя жена, я видел, что еще немножко она не сможет больше работать. Хотя ей оставалось, там, по-моему, 6 лет до левотной пенсии, преподаватель, учитель. Ну, в общем, когда она приходила домой, это было, ну, не то, что я хотел видеть дома. Ну, и таким образом, все-таки мне удалось ее уговорить, зарегистрироваться в компанию. Так она потихоньку, 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 и дошла до уровня директора. Сейчас уже открыто звание «Золото». Ну, что касается меня, до «Арифлэйн»… До «Арифлэйн» был директор. Ну, «Арифлэйн»… Ну, последние 10 лет я был бригадиром одной из серьезных строительных бригад в городе Херсоне. Вот, Юрий, который выступал здесь, это был у меня в бригаде. Ну, такие работы, как кабинет губернатора, мэра, первых лиц, ну, говорят о себе. Зарплата была у меня отличная, ну, меньше тысячи долларов я не зарабатывал. Все шло как у всех, да. То есть зарплата, кредиты, дом строим, телевизоры покупаем. Ну, произошло то, от чего никто не застрахован. На одном из очередных объектов я падаю со второго этажа, ломаю ногу. Ломаю серьезно. Три месяца в аппарате, месяц на костылях, потом месяц на палке. Ну, соответственно, как вы понимаете, куда я ушел с работы, и, соответственно, мой заработок вместе со мной. Благо, к тому времени уже супруга моя зарабатывала хорошие деньги. Ну, скажем так, она и тут уже зарабатывала, ну, как бы моя зарплата плюс ее уже было довольно-таки неплохо. Ну, опять же, ситуация произошла, никуда не денешься. В одной больнице мне пришлось оставить две с половиной тысячи гривен. Даже на это время там нормальные деньги. Ну, когда уже лежал дома в гипсе, ну, не в гипсе, в этом аппарате, она со мной работала. Как говорится, да, ну, мужчина не прыщ, не давила, а потихонечку, потихонечку привела меня к тому, что действительно возвращаться на старую работу я уже не захотел. Ну, сейчас я оператором на сервисном пункте, выдаю заказы, принимаю, выслушиваю все, что думают люди по поводу и на уважение, и на уважение. Ну, и, на самом деле, дальнейшую свою жизнь без компании «Рифлум» я не верю. Вот, чего, желаю всем остальным. Спасибо. Еще раз добрый день. Три вопроса на пол. Хорошо. Ну, ближе, чем ответить на три вопроса, я хотел бы поселить на поздравление Александра, да и нашей девушке, женщине, самочарательной, привлекательной. Наш слабый, сильный пол. С наступающего вас во своем народе. Главное здоровье, потому что это не купишь, не подарят, и, в конце концов, не стянешь. Удачи на рассчитаниях и успехов во всех действиях. Кем я был на «Рифлум»? Стандарт. Школа, институт. Институт закончил, посмотрел, что по моей специальности, я все работаю лет 500, я только на стиральную обшивку не собираю. Далее, приложили работу в государственных структурах, то есть в органах правопорядка. То есть я прошел в Ростов-Опера с 93-го года, звание лейтенанта, ну и закончил в 2010 году, начали эксплуат в внутренней безопасности. Сейчас он называется, немного по-другому, в секторе противодействия, в правилах коррупции, это внутренняя безопасность. В общем, боролся с коррупцией последних 10 лет. В органах исполненных. Ну и закончил свою службу в звании подполковника. Сейчас пенсионер, который подполковник. Как пришел в Ростов, ну, скажу, пригласила меня, моя супруга, Светлана. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше хочу тебе к вопросу и у старшего спонсора, Ири Сафану. Тоже большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Супруга, что он у нас занимается. Первое времена, как все обычно, была только для себя. Я только занимался тем, что спонсировал эти мероприятия. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, сказала, что вырос там, экономия, ну, экономия, экономия, молодец супруга, 23% на кармане всегда пригодится. В последние годы-полтора она решила, кроме экономии, привлекать мне в качестве то оператора, то фотографа, то принеси, подай, то еще что-нибудь. Но это пока еще служит по возможности. Хоть и служил, но иногда выходные тоже. Ну, подошло время, когда я подумал о дальнейшей своей жизни. Что я имел на своей работе? Да, нормальная зарплата, как для услуживающих в 520 в нашей структуре, это довольно-таки неплохая зарплата для построения с остальными сотрудниками. Но учитывая, что изменения в пенсионном фонде и вообще каждые 5 лет меняйте работу. Ты проверил на себя, если не меняешь, она, в конце концов, заканчивается тем, что тебе очень тяжело вообще это делать. Я пошел в поводу, пора менять свою жизнь и все, и причем кардинально. Здесь как раз у кого говорят, тебе есть возможность добиться всего. Я сделал первый шаг в своей мечте. Я пришел работать в компанию «РФЛИК». Что вам не дало сейчас на нынешние годы? Во-первых, я стало намного проще общаться с людьми. Если до этого самое общение сводилось к тому, что я в каждом человеке видел право наушить религию преступника, у меня задача, чтобы доказать это. Ну что, смею, строго-то у меня такая была. Вообще, я боял не гражданских, а таких же сотрудников, таких же лейтенантов, капитанов, майоров, полковников. Это первое. Изменял свое отношение к людям. Это изменилось мое отношение к себе. Я стал прочувствовать, что моя задача не уничтожать, как говорится, людей, а помогать, приносить им приятные, слушать. Большого вам успеха. Удачи вам, успехов. Ну так как у нас с мужчинами в бизнесе? По-моему, полный порядок. Ну, а теперь я хотел бы поднять, чтобы поднялись на сцену все мужчины, которые в Арифлейме, или которые помогают в Арифлейме, те, которые лояльны к Арифлейме, которые приняли для себя хотя бы какое-то решение. Знаете, лучше помощь не мешает. Арифлейме 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 КОНЕЦ Девчонки, у нас есть для вас еще один подарок. И слово я хочу предоставить одному импозантному, интеллигентному, элегантному мужчине. Встречайте Сергея Валькина в Савороне. Добрый день. Я рад был встречаться с вами. Жалко, конечно, что редко видимся. Но далеко. А так, конечно, хоть каждый день. А можно сюда? Мне очень понравился семинар. Тем более, что на сцену выводят мужчин. Я нахрелелился. Такая мужская логика. Все мужчины получают подарки. Женский праздник. Супер. Одну женщину вывели на сцену. И тут так случайно. А остальные все мужчины подарки получили. Все здесь все хорошо. Мне очень понравилось. Ну, я приготовил вам небольшой подарок. Стихи женщины. Произведение называется «Ода женщине» или тема для размышления мужчинам. Сегодня, в день восьмой весны, я пожелать хочу любви. Созданием нежным, неземным, воздушным, светлым, дорогим. Ведь дорог каждый миг для нас. И вместе проведенный час. Без вас тосклива и скучна. Уныла жизнь. Длина она. Ведь нет дороже у мужчин. Таких прекрасных половин. Красивых, нежных, озорных и сексуальных, заводных. Лишь улыбнулась счастлив ты. Сбываются твои мечты. И крылья за спиной растут. И ровется сердце. Ту-ту-ту. Ее улыбки часто ждешь. И зачастую не поймешь. Ты грусть ее и ее каприз. Но без нее дорога вниз. Она причина наших бед. И поражений, и побед, и вдохновения, и утрат. Друзья, признать я, когда рада. Ведь сила в слабости ее. Она как терпкое вино. Ты пьешь, милейшек в логах. Тебе, мой друг, понять пора. Ты без нее никто, ничто. Ты не мужчина, существо. Ты должен на руках носить, лелеять, холить и любить. За то, что только есть она. Мама, сестра, подруга, мать, жена. Она мудрее и умнее. Ты думаешь, легко мне с ней? Но без нее никак нельзя. Напрасно, думают друзья. Мог проживу и так. А нет. Не жизнь ведь это полный бред. Охотка, водка, домино. Белья, друзья и казино. Рыбалка, пиво, простатит. Тебе такое не прикид? Существование гребка напоминает мужика без женщины. Уныла жизнь. От возражения воздержись. Ты посмотри, кто у руля. Да мило, Нина. Да, друзья. У них учить нам нужно всех. У этих женщин низ успех. Учись у женщин побеждать. Творить, хотеть, дерзать, мечтать. Летись мечтою в облаках. И цели достигать всегда. Куда там мужикам, друзья? Ведь миром правит не она. Не сила и не меч. Любовь. И это повторяю вновь. Превозноси ее, любовь. И дифферамбур пой ей вновь. Спеши любить. Ведь краток миг. Ты смысл жизни не постиг. Тогда спеши. Жизнь коротка. Успей сказать. Люблю тебя. И не стесняйся. Прокричи. Пусть знают все. И не молчи. Мужчины не в обиду им. Гораздо проще половин своих. Ее благословил Господь. Ей силу дал он и любовь. Пусть из ребра ты создана Адама, Ева, Мать, Жена. Творение это удалось. Самодовольство свое брось. Склонись к почтению, мой друг. Оставь сменение и испуг. Признай. Сильней не ты. Сильней она не ты. Дари ей каждый день цветы. Носи кольц сможешь на руках. И восхищайся. Ох и Ах не сможешь просто так любить. Не прячь эмоции внутри. Ты без нее не сможешь жить. Смеяться, плакать и любить. Творить, желать и побеждать. Всему начало твоя мать. А это Ева, Божья дочь. Ты убери сомнения прочь. И припади к ее стопам. Лишь ей я почесть и воздам. И кто бы ни была она, учитель, дворник или жена, швея, директор или агент, остановить судьбы момент. На землю снизошла любовь. Я восхищаюсь. Вновь и вновь тебя избрала мать судьба. И одарила, чем смогла. Вопрос. Ты понял или нет? Тебя счастливей просто нет. Лишь потому, что рядом вновь надежда, вера и любовь. Дорогие друзья, понравился ли вам семинар? Так вот, хотя готовили его действительно мужчины, но вдохновителем кто были. Женщины. И я хочу поздравить вдохновительницу этого семинара, нашего любимого спонсора, Нину Рубанову, с 8 марта. Девчонки, я вообще в таком восторге, они мне не показывали, не рассказывали вообще ничего. Это не так вот, ну, приятно сказали. Вообще, вот если честно, мужчины, вот неудобно становиться к залу. Девчонки, посмотрите моими глазами на всех мужчин. На всех, на всех, на всех, на всех, на всех. Ребята, это просто счастье. Спасибо. Кто ли ответил, что у меня на сцене? Да-да-да. Девчонки, они волновались, как мы. Вы заметили? Да? Вот когда мы выходим на сцену. Вообще, я вам бесконечно благодарна, начиная от самых маленьких и заканчивая самыми, самыми большими. У тебя это будет какое-то чудо. Я знаю, что когда мужчина говорит «Дома, у тебя получится». И когда тебя обнимает, когда просто вот руку на голову положит или, знаете, вот просто вот что-нибудь скажет. Иногда бывает, говорят, ну, что-нибудь другое, да, типа «Ой, шо ты говоришь, у тебя получится», да. Но мне такие, говорят, не говори, но я знаю, что так говорят. Или вот, вы знаете, женщины, они тоже, не надо их давить. Вот, ласково и нежно. Я очень рада, что это мероприятие состоялось. Девчонки, я в таком восторге от наших мужчин. Где вы прятали такой потенциал, а? У меня вопрос к вам. Растили? Растили большое. Спасибо. Девчонки, ну давайте, вот так, как вы умеете хлопать, вот, вашим самым любимым, самым сильным. И говорите им, что они у вас самые лучшие. Что вы в них верите. Потому что, если бы не наша вера, ну, ничего бы этого не получилось, и мужчины бы сюда не пришли. Маленький секрет. Можно я расскажу один секрет? Мужчинам обещайте баунти. Хорошо? Баунти. Это наше структурное. Каждый понимает вот это то, что понимает. Вот, я имела ввиду дурацкое наслаждение. Ребятки, просто у нас такая сила спрятана, что, ну, это слово вообще Игоря. Он говорит так, что за каждым великим мужчиной стоит, может быть, серая, может быть, незаметная мышка. Но на самом деле, ребята, вот от женщины очень многое зависит. Верьте мужчинам, потому что вот то, что вы сегодня видели, наверное, очень многие просто не ожидали. Я одна из тех. Я такая же, как и вы, я не ожидала, что мужчины такое сотворят. Ну, честно, хотя я в них верю, но вот так... Девчонки, а сейчас вот так, как мужчины на футбольных полях кричат. Давайте... Давайте. Аплодисменты. Я очень, очень люблю. Я люблю такой мужчина. Сроки, срочно, срочно, срочно. Срочно, срочно, срочно. Срочно. А в нем лучше лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Не расходимся, мужчины могут присаживаться. У нас еще один номер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...